Привет. Чего тут сидите? Ну вот вы же молодая сидите, а я не очень молод и сижу тоже. Вы откуда? Питер. Питер. Я из Белгорода. Как у вас там ситуация? Да как референдум собираемся проводить. Надоело нам это все. Интересно, а вот Россия будет участвовать в этом референдуме вся или только мы? Мне кажется вряд ли. Не будет, да? Не поддержит нас? Может и поддержит, но тут с поддержкой сложно. Это потому что не прилетает? Ну да. А у нас прилетает. Угу. Да скоро нам, когда прилетит, все зашевелятся. А как вы живете с такими мыслями в Питере? С какими? Ну вот с такими. Как у меня в Белгороде. Но у меня в Белгороде понятно. Да не знаю. Я вообще тревожный человек. У меня все плохо всегда заканчивается в голове. Таких много вообще людей на планете. Я вам больше того скажу, таких большинство. Но я абсолютно уверен, что все закончится более-менее благополучно. Потому что Запад не хочет развала России. Как бы Белгород не стремился к независимости, Запад нам не даст этого сделать. Скорее всего. Скорее всего. Ну, разменяет нас на ноль. А Путину так наплевать на нас вообще. Поэтому я и настроена негативно. Но мне кажется, что с кончиной Путина, физической кончиной его власти, Россия будет лучше. Вы просто очень молодая девушка. Вы другого-то и не видели. Конечно. Родилась при Путине. Расту при Путине. Но мне кажется, что после Путина ничего не закончится. В плане войны не закончится, безусловно. Ну, в плане не то, чтобы даже войны, а в целом ситуации в России. Но для России есть хороший путь. Это свобода. Свобода? Нужна ли она народам России? Это большой вопрос. Понимаете? Мне кажется, никто не справится со свободой. Да ладно, перестаньте. Вопрос только в том, хотят ли народы России этой свободы. Потому что если народы не хотят, никто насильно навязывать свободу не станет. Потому что это невозможно и глупо. Нельзя прийти к рабу и сказать, вот с сегодняшнего дня ты свободен. Он просто тебя ненавидеть будет. Раб должен захотеть свободы. Он должен понять разницу между свободой и несвободой. А когда у нас в телевизоре звучит абсолютная орлощина в 1984 в прямом эфире, ну, конечно, очень трудно. Но надо стучать, стучать, стучать в мозги молодежи, особенно молодежи. Вот вашим друзьям... Молодежь, в принципе, мне кажется, готова. Смотря какая, конечно. Смотря какая. Вот в столице большинство молодежи готово к свободе. Мало быть готовым к свободе. За свободу надо бороться. Вот как это делают украинцы, соседи мои. Я же говорю, я из Белгорода. Вот мои соседи борются за свободу. Я хоть и гражданин России, но по крови я украинец и понимаю, почему они меня ненавидят. Это абсолютно заслуженно. Вас лично? Ну, конечно. Думаете, заслуженно? Конечно, заслуженно. Конечно, заслуженно. Каждого из нас. Я раньше туда ездил погулять. Ну, Харьков все-таки большой город. Это соседний со мной город. Это один из крупнейших городов. От меня до него там порядка 70 километров. Я не только на выходные. Я просто туда ездил. У них было классно. У них можно было купить нормальную еду, нормальную одежду. У них было хорошо. Но нет, мы пришли наводить свои порядки. Я думаю, будет хорошо потом. Потом еще лучше будет. Ну, для этого им надо победить. Не нам, а им. Время. Время покажет. Кровь. Девочка, кровь. Огромная. Да. Огромная кровь. Знаю. Они платят цену. А платим ли цену мы? Ну, слушайте. Очень много моих знакомых села на митингах в тюрьму. У многих штрафы огромные по миллиону, по полтора миллиона за то, что они просто пытались как-то бороться. Я это понимаю, но давайте теперь сравним с моими соседями. Когда я наблюдаю буквально ежедневно, как из Белгорода, из моего Белгорода в Харьков летят ракеты. И сравним села в тюрьму и штрафы. И ежедневные гибели, 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 гибели. Так вот, девочка. Я желаю тебе, солнышко, извините, вам. Все-таки обрести свободу. И понять, что такое ценная эта свобода. Спасибо большое. И вам, товарищи. Спасибо и вам. До свидания. Пока. А кто-то подружный все подкрасился. А-а-а. Москалик. Идешь ты лисом. Гнида. Полудохло. Верно тебе, паник Сеня. Оксаночка заблоковала. Я здесь что хотел? Так. Евгений Новицкий. Это же я для вас залишу. Паскудника. Бачите, московите. И у вас в стране есть люди, которые хотят воли. И моя работа. Не даромно. Если я этих людей разборкаю. Не даромно. А вы желаете рабство. То есть живите в рабстве. То ваша справа. Как вы палаете, да? Как нас вдаётся. Как вам не подобается, когда нам вдаётся. Гэдота вы московите. Гэдота. Нет. Нет. извините дома откуда вы сам ленинбург святой ленинский города а вы же знаете что ленин церкви уничтожил город санкт-петербург область ленинградская как это сочетается а до ленинграда но это очень недолго петроградом был а до этого тоже был санкт-петербургом знаете в честь кого он назван ваш город петра первого честь первого папы римского святого петра будем знать папы римского католик как же православный город санкт-петербург в честь католика петра первого ну как же так да девочки хочу что у меня написано что вы из москвы а как написано написано где вот здесь у меня написано на экране москва да а в честь кого москва названа какой ужас девчонки разве так можно но тоже стыдно вы кем работаете в школьница что ли в универе и не знаете в честь кого санкт-петербург и честь кого москва а вы на кого учитесь финансовый менеджмент финансовый менеджмент что такое сальдо что-то типа дела отчеты которые остаются в бухгалтерии короче что-то связанное с этим сальдо это губернатор херсонской области украинских коллаборант перешедший на нашу сторону но это вы говорите про личность на время про экономическое понять я пошутил дурная шутка да ну пошутите вы сегодня что экзамен ничего не понял сегодня что она сегодня чуть не про не проспала экзамен а экзамен почем экзамен основа проектного менеджмента проектного менеджмента это строительство что-то нет это в основном по да стратегические операционные цели компании свод анализы тест анализы и так далее прикольно вот это интересно хорошо что не проспали значит наверно знаете ответы как вы считаете проектный менеджмент если его транспортировать на специальную военную операцию он достиг успехов но зависимости скорее всего от стратегии да вот мне интересно в чем была стратегия своего ну как вы же экономисты экономика и политика это звенья одной цепи пока что мы не рассматриваем на такие проблемы которые у нас на данный момент вы рассматриваете в исторической или в ретроспективе или нет а что вообще нет политической уже понимаете что экономика не отдельно не отделима от политики да но пока что мы не рассматриваем основа основа основы чтобы вас спросить по основам экономики что такое добавочная стоимость внутренние что такое ввп неправильно девочки ввп это владимир владимирович путин неправильно 2 садитесь не дай вам бог на экзамене ответить что это внутренний валовый продукт расстреляют расстреляют же сразу же у нас же за такие ответы 7 лет расстрела ладно может у нас какие-то вопросы есть ввп у нас сегодня окошко родила вчера котят котята выросли немножко но есть изблются не хотят у меня вот один бегать понимаю сбегали